Что такое торренты? BitTorrent – это сетевой протокол для многопользовательского обмена файлами через интернет. Протокол BitTorrent был создан американским программистом Брэмом Коэном в 2001 году и является peer-to-peer протоколом, благодаря чему пользователи для приема и передачи информации подключаются друг к другу напрямую. Для работы с торрентами необходимо установить специальную клиентскую программу, найти на торрент-трекере интересующий файл и открыть его с помощью этой программы. В результате проделанных действий у вас начнется процесс скачивания нужного файла. Файлы передаются небольшими фрагментами. При этом каждый пользователь, скачивая эти части, в то же время отдает их другим пользователям, что снижает нагрузку и зависимость от каждого клиента-источника. Благодаря этому пропускная способность сети используется максимально полезно. Таким образом, чем больше людей участвует в раздаче конкретного торрента, тем большую конечную скорость может получить каждый из них. Все действия по обмену файлами координируются с центральным сервером, называемым трекером. Основные преимущества торрентов. Большой объем информации, который можно легко найти и скачать. Отсутствие сбоев при скачивании файлов. Высокая скорость скачивания, ограниченная лишь пропускной способностью канала. Особенности торрентов. Из особенностей торрентов можно отметить отсутствие очередей на закачку. Файлы закачиваются небольшими сегментами, при этом контролируется целостность каждого сегмента. Пользователи обмениваются сегментами непосредственно между собой. Закаченные сегменты немедленно становятся доступны другим клиентам. В качестве объекта закачки могут выступать несколько файлов или целые каталоги. Понятия и определения. Протокол BitTorrent – это пиринговый сетевой протокол, предназначенный для обмена файлами через интернет. Торрент-клиент – это компьютерная программа, которая работает в соответствии с протоколом BitTorrent. Трекер – это специализированный сервер, который нужен для того, чтобы торрент-клиенты могли находить друг друга. Сервер хранит описание распространяемых файлов, предоставляет статистику закачек по разным файлам и показывает текущее количество подключенных пиров. Трекеры бывают закрытыми, в которых требуется регистрация, и открытыми, в которых регистрация не нужна. Форум – это каталог раздач с их комментариями. Торрент-файл – это файл с расширением торрент, который открывается специальным торрент-клиентам и содержит следующую информацию. Адрес трекера Общую информацию о файлах в раздаче Контрольные суммы сегментов раздаваемых файлов Сегмент Все файлы для передачи делятся на небольшие куски – сегменты, которые затем передаются по сети в произвольном порядке для оптимизации обмена информацией между клиентами. Хэш – строка буквенно-цифровых символов в торрент-файле, которую используют клиенты для проверки передаваемых данных. DHT – это режим работы клиента вне зависимости от трекера, позволяющий объединить все источники на раздаче. Анонс Это обращение клиента к трекеру. При каждом анонсе клиент передает на трекер информацию об объемах им скаченного и отданного, а трекер передает клиенту список адресов других клиентов. Обращение клиента к трекеру происходит через определенные интервалы времени, которые определяются настройками клиента и трекера. Раздача Это процесс распространения файла по протоколу BitTorrent. Раздача бывает двух типов – живые и мертвые. Живая раздача – это раздача, которая имеет раздающих участников файлового обмена. Мертвая раздача – это раздача, которую невозможно скачать из-за отсутствия раздающих пользователей. Релизер – это пользователь, создавший раздачу. Пир – это клиент, участвующий в раздаче. Личер – это клиент, участвующий в раздаче, но не имеющий пока всех сегментов, то есть продолжающий скачивание. Термин часто употребляется в негативном смысле. Личер – это пользователь, который отдает гораздо меньше, чем скачивает. Сидер – это участник обмена, имеющий все сегменты распространяемого файла, то есть либо начальный распространитель файла, либо уже скачавший весь файл и оставшийся на раздаче. Рой – это совокупность всех пиров, участвующих в раздаче. Фри-лич – это свободное скачивание файлов, при этом рейтинг учитывает только то, что вы раздаете. Рейтинг – это соотношение, отданного к скачанному. От величины рейтинга зависит количество разрешенных одновременных скачиваний. Тайм-бонус – это бонус, который начисляется определенное время седирования одной раздачи. Читер – это пользователь трекера, использующий в своем арсенале методы обмана рейтинговой системы. Принцип работы протокола BitTorrent Для того, чтобы скачать нужный файл с помощью протокола BitTorrent, необходимо вначале переписать соответствующие раздачи торрент-файл и открыть его с помощью торрент-клиента. Перед началом скачивания клиент подсоединяется к трекеру по адресу, указанному в торрент-файле, после чего сообщает ему свой адрес и хэш-сумму торрент-файла. В ответ клиент получает адреса других клиентов, скачивающих или раздающих этот же файл. Далее клиент периодически информирует трекер о ходе процесса и получает обновленный список адресов. Клиенты соединяются друг с другом и обмениваются сегментами файлов без непосредственного участия трекера, который лишь хранит список самих клиентов и некоторую статистическую информацию. При соединении клиенты сразу обмениваются информацией об имеющихся у них сегментах. Клиент, желающий скачать сегмент, посылает запрос, и если второй клиент готов отдавать, получает этот сегмент. Нагрузка на распространителя файла уменьшается благодаря тому, что клиенты начинают обмениваться частями файла сразу же, после их получения, даже если сам файл не докачан ими до конца. Если распространитель раздал все фрагменты файла, то начиная с этого этапа, загрузка файла может продолжаться без него. Клиенты будут иметь все фрагменты файла и начнут обмениваться друг с другом недостающей информации без распространителя. Регистрация на трекере Рассмотрим процесс регистрации на крупнейшем торрент-трекере – rutracker.org, ранее известном как torrents.ru. Без нее вам будут недоступны поиск и скачивание торрент-файлов, поскольку rutracker.org – это закрытый торрент-трекер. Поэтому стоит уделить регистрации несколько минут, для того, чтобы стать полноценным пользователем сервиса. Итак, начнем. Наберите в адресной строке браузера адрес rutracker.org. В результате вы попадете на главную страницу сайта. В левом верхнем углу нажмите на ссылку «Регистрация», после чего вы попадете на страницу с условиями регистрации. Внимательно прочитав, соглашаемся или не соглашаемся с вышеизложенным. Отрицательный ответ интерпретируется как отказ от регистрации. Если же вы согласны с вышеперечисленными пунктами, тогда для начала регистрации нажмите по ссылке «Я согласен с этими условиями». Вы попадете на страницу регистрации, где необходимо заполнить несколько полей. Обратите внимание, что некоторые из них помечены звездочкой и имеют статус обязательных, без которых ваша учетная запись создана не будет. Наберите свое имя пользователя на трекере. Оно обязательно должно быть уникальным. Введите адрес электронной почты. И придумайте себе сложный пароль, которого избежание ошибки нужно ввести дважды. Код подтверждения необходимо заполнить, чтобы система убедилась, что регистрируется человек, а не робот. Поля «Откуда» и «Часовой пояс» заполняются на усмотрении пользователя. Последний этап регистрации – принятие пользовательского соглашения. Настоятельно рекомендуем вам внимательно изучить этот документ, чтобы в дальнейшем у вас не возникало каких-либо недоразумений по работе трекера. И нажмите на кнопку «Отправить». В случае верного заполнения всех обязательных полей, вы получите сообщение, что на ваш электронный адрес отправлено письмо с ключом для активации учетной записи. Проверьте вашу почту, прочтите письмо от roottracker.org и пройдите по указанной в нем ссылке. На этом процесс регистрации заканчивается. Теперь вы можете, используя свое имя пользователя и пароль, зайти на торрент-трекер и пользоваться услугами сервиса. Как искать по форуму Форум служит местом для общения и комментирования раздач. Для открытия формы поиска по форуму кликните по ссылке «Поиск» в верхнем левом углу экрана. Откроется окно поиска. Выделите нужный подраздел, так как по разделам верхнего уровня поиск не осуществляется. Удерживая клавишу Ctrl, можно с помощью мыши выбрать сразу несколько подразделов, идущих не по порядку. Если же вам нужно выбрать подразделы, идущие друг за другом, то удерживая нажатую клавишу Shift, укажите мышкой первый и последний подраздел в этой последовательности. Учтите, что если вы пропустите выбор подраздела, то поиск будет осуществляться по всему форуму. В поле поиска введите ключевые слова искомой информации. Нажатие на кнопку «Поиск в Google» даст команду искать введенные ключевые слова еще и внутри сообщений форума. При этом будут проверяться только первые страницы подразделов. Также имеется возможность искать информацию по автору. Если ник пользователя, сообщение которого вы ищете, вам известен, то смело вводите его в соответствующее поле. Однако помните, что поиск по автору ведется без учета введенных ключевых слов. Форма поиска по форуму позволяет задать отображение результатов поиска в виде тем или сообщений, а также необходимый период поиска. На выбор вам система предложит несколько вариантов временных интервалов. За все время, за сегодня, за последние три дня, последнюю неделю, последние две недели и последний месяц. По умолчанию указано за все время. А если вы поставили галочку «Новое из последнего посещения», то результатом поиска будет список только тех тем и сообщений, которые появились после вашего последнего посещения сайта roottracker.org. После того, как все настройки сделаны, нажмите на кнопку «Поиск». Получим список тем или сообщений форума, содержащих искомую ключевую фразу. Как искать по трекеру? Поиск по трекеру осуществляется только по живым раздачам. Для открытия формы поиска по трекеру в левом верхнем углу нажмите на кнопку «Трекер». Откроется окно поиска по трекеру. Выделите нужный подраздел, так как по разделам верхнего уровня поиск не осуществляется. Учтите, что если вы пропустите выбор подраздела, то поиск будет осуществляться по всему трекеру. Укажите способ отображения результатов поиска, либо, если вас все устраивает, оставьте настройки по умолчанию. Если вы все-таки желаете их изменить, то сначала вам надо выбрать признак, по которому будет идти отбор. Зарегистрирован, название темы, количество скачиваний, количество сидов, количество личий, размер, последние сообщения. Затем порядок следования по возрастанию или убыванию. Помимо этого, можно указать период поиска. Также имеется возможность искать информацию по автору. Если ник пользователя, сообщение которого вы ищете, вам известен, то смело вводите его в соответствующее поле. Однако помните, что поиск по автору ведется без учета введенных ключевых слов. Наконец, в поле название содержит, введите ключевые слова нужной вам информации. И нажмите кнопку «Поиск». Появится список раздач, соответствующих вашему запросу. Поиск по разделам и подразделам. Способ поиска по разделам и подразделам используется, когда нужно найти какую-либо тему в одном конкретном разделе или во всех подразделах одного общего раздела. Для поиска сначала зайдите в нужный раздел «Форума». В правом верхнем углу, в поле «Поиск по названию», введите ключевые слова искомой информации. И нажмите на кнопку «По разделу». Если соответствующие запросу темы существуют, то результат будет следующий. Если же после введения ключевых слов нажать на кнопку «По подразделам», то напротив каждой найденной темы в списке будут указаны названия подразделов, содержащих данную ключевую фразу. Таким образом, если необходимо, чтобы ключевая фраза имелась именно в каком-то конкретном подразделе, то выбирайте первый способ. А если важен выбор только верхнего общего раздела, то подойдет второй вариант. Полезные советы по поиску Искать раздачу лучше сначала по оригинальному названию. Например, в сериал «Теория лжи» для начала нужно поискать по названию на английском «Light to me». Если точно известно, к какой категории относится то, что нужно найти, то искать это следует в соответствующем подразделе. Для быстрого поиска по форуму или трекеру вы можете воспользоваться упрощенной формой поиска в правом верхнем углу главной страницы rootracker.org. На трекере часто самые популярные раздачи объединяют в так называемые паки, то есть сборники, например, альбомов какой-то известной группы, фильмов с каким-то конкретным актером и так далее. Поэтому, прежде чем искать, к примеру, определенный альбом любимого исполнителя, нужно попробовать ввести его имя без названия альбома. Вдруг уже кто-то собрал все его диски в один большой пак. Что такое будущие закачки? На трекере rootracker.org вы можете встретить какую-нибудь интересную раздачу, которую сразу скачивать не будете, но, возможно, она пригодится вам в будущем. В этом случае вы можете сохранить раздачу в закладках и легко ее найти, когда у вас появится необходимость в ней. Чтобы поместить раздачу в закладки, нужно на странице раздачи нажать на опцию «Добавить в будущие закачки» и подтвердить свое намерение. В результате раздача переместится в группу будущей закачки. Учтите, что срок хранения закладок составляет 3 месяца. Чтобы посмотреть список своих будущих закачек, зайдите в пункт «Трекер» и выберите опцию «Будущие закачки». У вас отобразится список закладок раздач. Вы можете удалить одну или несколько закладок. Для этого поставьте галочку напротив названия закладки и нажмите кнопку «Удалите списка». Вы также можете удалить закладку из самой раздачи. Для этого на странице с раздачей нажмите «Удалите списка закачек». Не забудьте нажать «Ок» в знак подтверждения. Что такое рейтинг? Рейтинг – это соотношение отданного к скаченному. От величины рейтинга зависит количество разрешенных одновременных скачиваний. Чтобы узнать свой рейтинг, войдите под своим именем на torrent-tracker.rootracker.org и нажмите по ссылке «Рейтинг закачки». Откроется окно с рейтингом и статистикой. Рассмотрим формулу, по которой рассчитывается рейтинг. «Скачено» отображает общий учтенный объем скаченного. «Всего отдано» показывает общий учтенный объем отданного. «Отдано на своих раздачах» отображается общий учтенный объем отданного на своих раздачах. «Бонус» – это общий учтенный объем отданного на чужих раздачах, где вы были единственным СИДом. Теперь обратимся к статистическим данным. Последнее обновление – это статистические данные по каждому пользователю, которые накапливаются в буфере и переносятся в данные по текущему дню каждые 5 минут. Таким образом, в этой колонке вы наблюдаете значение последнего обновления значений. Сегодня в этой колонке отображается накопленная статистика с текущие сутки, начиная с нуля часов по московскому времени. Объем этой колонки прибавится к колонке «Всего учтено в полночь». «Вчера» здесь показываются собранные данные за прошедшие сутки. «Всего учтено» – это итоговая колонка статистики. По ней осуществляется расчет рейтинга пользователя. Данные в этой колонке и, соответственно, рейтинг обновляются раз в сутки в 0 часов по московскому времени. Что такое тайм-бонус? Система тайм-бонусов на трекере rutracker.org создана для того, чтобы стимулировать пользователей поддерживать раздачи и оставлять их включенными так долго, как это возможно. Тайм-бонус – это бонус, который начисляется за 3 часа седирования одной раздачи. Соответственно, за непрерывное седирование одной раздачи в течение суток начисляется 8 тайм-бонусов. На разных раздачах тайм-бонусы подсчитываются независимо и складываются. Таким образом, чем больше раздача у вас запущена на компьютере, тем больше вы зарабатываете тайм-бонусов. Если у вас нет тайм-бонусов, вы можете скачать только 3 торрента в сутки. При наличии тайм-бонусов за каждый последующий торрент списывается 10 тайм-бонусов. Чем больше у вас тайм-бонусов, тем большее количество торрентов вы можете скачать за сутки. В итоге получается, что чем больше у вас активных раздач в клиенте, тем больше вы можете скачивать торрентов. Узнать о количестве тайм-бонусов можно в профиле пользователя, перейдя по ссылке «Рейтинг закачки». Что такое статистика раздачи? Между названием раздачи и ее описанием находится статистика раздачи. Она отображает следующую информацию – размеры раздачи, время, прошедшее с момента регистрации, количество скачиваний, количество сидов и их общая скорость отдачи, количество личий и их общая скорость скачивания. Нажмите на кнопку «Подробная статистика пиров» для получения подробной информации о том, какие пользователи и с какой скоростью раздают или скачивают раздачу. Знакомство с клиентом MewTorrent MewTorrent – это бесплатный BitTorrent клиент. Программа занимает около 300 кБ на диске, использует минимум оперативной памяти и ресурсов процессора и может работать даже на устаревших компьютерах. Программа имеет русский интерфейс. Основные возможности программы Ограничение максимальных скоростей скачивания и отдачи Поддержка режима DHT Автоматическая закачка торрентов из ленты новостей RSS Поддержка прокси-серверов Настройка интерфейса программы Удаленное управление программой из браузера Поддержка магнитных ссылок Знакомство с клиентом BitComet BitComet – это менеджер закачек и клиент для сетей BitTorrent Программа работает в операционных системах семейства Windows Основные возможности программы Поддерживает работу через прокси-сервер Подробная статистика закачки Предварительный просмотр видеофайлов во время закачки Возможность чата с другими пользователями программы Поддержка магнитных ссылок Из недостатков можно отметить перегруженный элементами интерфейс и наличие рекламы Знакомство с клиентом BitSpirit BitSpirit – это бесплатный BitTorrent клиент и менеджер закачек Программа работает в операционных системах семейства Windows и имеет русский интерфейс Основные возможности программы Обмен мгновенными сообщениями с другими пилинговыми сетями Расширенные функции контроля скорости Наличие планировщика загрузок Поддержка режима DHT Возможность предварительного просмотра загружаемого файла Поддержка магнитных ссылок Интеграция в браузер Знакомство с клиентом VIEWS VIEWS – это свободное кроссплатформенное программное обеспечение для работы с файлообменными сетями по протоколу BitTorrent Программа имеет русский интерфейс Основные возможности программы Поддержка магнитных ссылок Возможность работы через прокси-сервер Определение скоростных ограничений на закачку Использование одного порта для всех потоков данных Настраиваемый пользовательский интерфейс Многочисленные плагины, позволяющие существенно облегчить индивидуальную настройку программы Как установить клиент в MewTorrent Для установки программы MewTorrent зайдите на официальный сайт этой программы utorrent.com Если сайт автоматически не переключился на русский язык то выберите опцию «Русский» в правом верхнем углу экрана Для загрузки клиента MewTorrent нажмите на кнопку «Бесплатная загрузка» Сохраните установочный файл на жесткий диск Запустите сохраненный файл utorrent.exe Вас поприветствует мастер установки MewTorrent Далее прочитайте короткое предупреждение от создателей программы Ознакомьтесь с лицензионным соглашением Выберите путь установки программы Укажите, где нужно создать ярлыки MewTorrent В меню «Пуск», в панели быстрого запуска или на рабочем столе Рекомендуемые настройки добавит MewTorrent в список исключений брендмаура Windows и обеспечит автоматическую загрузку MewTorrent при запуске операционной системы По желанию, вы можете установить поиск и сервисы компании Яндекс а также сделать Яндекс.ру на машней странице Обязательно оставьте галочку напротив пункта «Я принимаю условия лицензионного соглашения» Учтите, что при установке MewTorrent вы можете установить сервисы Автоматически установится панель инструментов Яндекс.Бар которую потом можно будет отключить в настройках браузера Нажмите на кнопку «Установить» Через секунду у вас установится и запустится самый быстрый торрент-клиент – MewTorrent После установки MewTorrent его нужно русифицировать поскольку по умолчанию программа содержит только английский язык Благодаря тому, что программа поддерживает свыше 50 различных языков мы имеем возможность установить поддержку русского языка Для установки русского языка нужно зайти в меню «Help» и выбрать пункт «Download Translation» Программа самостоятельно начнет скачивать файл поддержки языков со своего официального сайта После завершения выполнения этой операции перезапустите клиент MewTorrent у вас появится интерфейс на русском языке Как настроить MewTorrent? Для обеспечения оптимальной производительности торрент-клиента нужно выполнить настройку соединения и включить шифрование протокола Настройка соединения MewTorrent имеет встроенную функцию настройки соединения Для этого в меню «Настройка» выберите пункт «Установщик» или нажмите «Ctrl-G» Выберите сервер Нажмите на кнопку «Запуск тестов» После выполнения тестирования программа покажет вам вашу скорость загрузки и скачивания а значения параметров будут установлены автоматически Сохраните настройки нажатием на кнопку «Сохранить» В случае, если вы полагаете, что результаты автоматического тестирования неверны можно вручную выбрать предустановленные варианты в списке Выберите скорость отдачи, наиболее близкую к скорости вашего соединения Однако помните, что выбор большего значения не гарантирует большую скорость Наоборот, скорость загрузки может уменьшиться Если выбрать слишком низкую скорость отдачи, результат будет тот же Поэтому убедитесь, что выбран верный параметр Включение шифрования протокола Некоторые интернет-провайдеры активно вмешиваются в работу peer-to-peer соединений для уменьшения нагрузки на свои сети Это приводит к уменьшению скорости загрузки в MewTorrent Чтобы этого избежать, MewTorrent и другие клиенты используют протокол шифрования для предотвращения идентификации провайдерами трафика BitTorrent Выберите «Настройка» «Конфигурация» «BitTorrent» Включите протокол шифрования для исходящего трафика Установите галочку на опции «Разрешить входящее соединение» Нажмите «Применить» Некоторые интернет-провайдеры используют очень жесткие методы фильтрации В таком случае установите значение усиленно для исходящего трафика Но при этом значительно снизится количество пиров, к которым вы сможете подключиться Для установки торрент-клиента BitComet проделайте следующие действия Зайдите на официальный сайт программы bitcomet.com Нажмите на главной странице по ссылке «Free Download» Сохраните установочный файл Запустите сохраненный файл bitcomet.setup.exe Выберите язык установки После приветствия мастера нажмите «Далее» Для дальнейшей установки программы примите лицензионное соглашение По желанию выберите создание ярлыков в меню «Пуск» и на рабочем столе, а также интеграцию торрент-клиента в браузер Выберите папку «Установки» и нажмите кнопку «Установить» Начнется процесс установки программы BitComet По завершению установки программа предложит вам установить домашнюю страницу google.atcom.com и браузер CometBird Уберите галочки, если вам это не нужно, и нажмите «Далее» Если вы не хотите, чтобы программа BitComet автоматически запускалась при загрузке Windows, то уберите соответствующую галочку Нажмите «Готово» В результате выполненных действий у вас запустится торрент-клиент BitComet Как установить клиент BitSpirit Для установки программы BitSpirit зайдите на официальный сайт этой программы В правом верхнем углу выберите английский язык Зайдите в меню «Downloads» У вас откроется архив версии программы BitSpirit Найдите последнюю стабильную версию программы Выберите источник скачивания Сохраните установочный файл Запустите скаченный файл Выберите язык установки После приветствия мастера установки нажмите «Далее» Выберите путь установки программы BitSpirit Программа предложит вам несколько вариантов установки Выберите полную инсталляцию Далее укажите папку размещения ярлыков программы BitSpirit в меню «Пуск» Выберите дополнительные задачи Создание ярлыков на рабочем столе и в панели быстрого запуска Добавление BitSpirit в список исключений в Windows Firewall Ассоциирование программы с магнитными ссылками Нажмите на кнопку «Установить» Начнется процесс установки программы После окончания установки нажмите на кнопку «Завершить» В результате чего у вас запустится торрент-клиент BitSpirit После первого запуска появится мастер настройки С его помощью вы можете оптимально настроить клиент Выбрать настройки интернет-соединения Определить параметры дискового кэша Выбрать место сохранения загружаемых файлов А также указать ник для общения в чате Как установить клиент в Use Для установки торрент-клиента в Use Проделайте следующие действия Зайдите на официальный сайт программы Нажмите на кнопку «Download Views», расположенную на главной странице сайта Сохраните инсталляционный файл программы на компьютер Запустите сохраненный файл viewsinstaller.exe Выберите из списка «Язык установки» Подтвердите, что вам больше 18 лет Примейте лицензионное соглашение нажатием на кнопку «Next» Начнется процесс установки программы По окончании установки запустится торрент-клиент в Use Обратите внимание, что интерфейс программы на русском языке Как скачать торрент-файл? Торрент-файл – это файл с расширением торрент Который открывается торрент-клиентом и содержит следующую информацию Адрес трекера Общую информацию о файлах в раздаче Контрольные суммы сегментов раздаваемых файлов Без торрент-файла вы не сможете переписать информацию с трекера После того, как вы нашли интересующий материал, сохраните на диск торрент-файл Обратите внимание на таблицу, расположенную после описания раздачи Из нее вы узнаете, когда торрент был зарегистрирован Если у раздачи стоит статус «Непроверено», то вы будете скачивать торрент на свой страх и риск Далее идут срочки с количеством закачек торрента и его размером Чтобы посмотреть, сколько и какие именно файлы входят в раздачу, нажмите на кнопку «Список файлов» Для сохранения торрент-файла на диск, нажмите на ссылку «Скачать торрент» Выберите путь и сохраните файл на компьютере Как скачать файлы с торрент-трекера с использованием клиента MewTorrent Откройте торрент с помощью клиента MewTorrent Появится окно «Добавить новый торрент» Укажите путь, куда следует сохранить скаченные файлы В разделе «Содержимое клиента» выберите файлы, которые хотите скачать С помощью кнопки «Выделить все» вы можете выбрать все файлы раздачи А нажатием на кнопку «Отменить все» напротив «Отменить выбор всех файлов» Поставьте галочку напротив тех файлов, которые вы хотите скачать Нажмите «Ок» Появится новая задача и файлы начнут скачиваться Как скачать файлы с торрент-трекера с использованием клиента BitComet Откройте торрент-файл с помощью клиента BitComet Появится окно «Новые задачи» Во вкладке «Основные настройки» выберите путь сохранения, где будут размещаться переписанные файлы С помощью опции «Выбрать отменить все» вы можете выбрать все файлы раздачи Или напротив «Не выбирать все файлы» Поставьте галочку напротив тех файлов, которые вы хотите скачать Режим «Загрузить позже» создает задачу, но не запускает ее Нажмите «Загрузить сейчас» Появится новая задача и файлы начнут скачиваться Как скачать файлы с торрент-трекера с использованием клиента BitSpirit Откройте торрент-файл с помощью клиента BitSpirit Появится окно «Добавить задачу» Выберите путь, где будут размещаться переписанные файлы Зайдите во вкладку «Настройки» Здесь вы можете выбрать сохраняемые файлы Кнопка «Загрузить все» отмечает все файлы А кнопка «Инвертировать» оставляет все файлы неотмеченными Вы можете вручную выделить галочками нужные файлы Нажмите «Ок» Появится новая задача и файлы начнут скачиваться Как скачать файл из торрент-трекера с использованием клиента Views Добавьте торрент-файл в клиент Views Открытый торрент отобразится в окне «Торренты для загрузок» Укажите место сохранения данных Теперь выберите «Сохраняемые файлы» Для этого вы можете воспользоваться кнопками «Выделить все» и пометить выбранные Или вручную поставить галочки напротив нужных файлов Нажмите «Ок» Появится новая задача и файлы начнут скачиваться Как докачать пропущенные файлы с использованием клиента ViewsTorrent? Выделите торрент нажатием на левую кнопку мыши и откройте вкладку «Файлы» Недокаченные файлы в графе «Приоритет» обозначены словом «Пропуск» Выделите один или несколько пропущенных файлов и нажмите правую кнопку мыши В появившемся окне выберите обычный приоритет Приоритет пропущенных файлов сменится на нормальный и файлы начнут скачиваться Как докачать пропущенные файлы, используя клиент BitCommod Выделите торрент одним нажатием на левую кнопку мыши Откройте вкладку «Файлы» Отметьте галочками те файлы, которые нужно докачать Автоматически начнется докачка пропущенных файлов Как докачать пропущенные файлы с использованием клиента BitSpirit Выделите торрент нажатием на левую кнопку мыши Откройте вкладку «Файлы» Скаченные файлы помечены галочкой Выделите один или несколько файлов и нажмите правую кнопку мыши Выберите пункт меню «Установить приоритет файла» Установите приоритет скачивания Пропущенные файлы начнут докачиваться Как докачать пропущенные файлы, используя клиент Use Выделите торрент и нажмите правую кнопку мыши В появившемся контекстном меню выберите пункт «Свойства» И зайдите во вкладку «Файлы» Откроется список файлов раздачи Выделите один или несколько пропущенных файлов, которые вы хотите докачать С помощью правой кнопки мыши измените приоритет на средний или высокий Пропущенные файлы начнут докачиваться Как создать раздачу на трекере Процесс создания раздачи на торрент-трекере Не сложный и происходит в три этапа Первый – создание торрент-файла Второй – оформление раздачи на торрент-трекере Третий – постановка раздачи на торрент-клиенте Перед созданием раздачи убедитесь, что она не будет повтором Только в случае правильного выполнения всех трех этапов Ваша раздача будет успешно создана И не будет удалена модераторами трекера Как создать торрент-файл с использованием клиента MewTorrent Для создания торрент-файла в клиенте MewTorrent выполните следующее действие Зайдите в меню Торрент И выберите пункт Создать Укажите тип источника Одиночный файл или папку с файлами И найдите этот источник у себя на компьютере Нажмите на кнопку Создать и сохранить его На вопрос программы Введите адрес трекера Продолжить без трекера Ответьте Да Придумайте имя для торрент-файла И укажите место на диске Куда программе следует его сохранить Нажмите Сохранить В указанном вами месте Появится файл с расширением торрент Как создать торрент-файл С использованием клиента Bitkomot Для создания торрент-файла Выполните следующее действие Зайдите в меню Файл И выберите пункт Создать торрент Укажите тип источника Одиночный файл или папку с файлами И найдите этот источник у себя на компьютере Придумайте имя для торрент-файла И укажите место на диске Куда программе следует его сохранить Нажмите на кнопку Создать торрент В указанном вами месте Появится файл с расширением торрент После создания торрент-файла Удалите задание Как создать торрент-файл с помощью клиента BitSpirit Для создания торрент-файла Выполните следующее действие Зайдите в меню Функции И выберите пункт Создать торрент Укажите тип источника Файл, папку с файлами Или папку с отдельными файлами Используя третий тип Вы можете создать сразу несколько торрент-файлов Соответствующих каждому Из вложенных в эту папку файлов Найдите этот источник у себя на компьютере Придумайте имя для торрент-файла И укажите место на диске Куда программе следует его сохранить Нажмите на кнопку Создать В указанном вами месте Появится файл с расширением торрент После создания торрент-файла Удалите задание Как создать торрент-файл с помощью клиента Views Для создания торрент-файла Выполните следующие действия Зайдите в меню Файл И выберите пункт Создать торрент Укажите тип источника Одиночный файл Или папку с файлами И нажмите кнопку Далее Найдите этот источник у себя на компьютере Обратите внимание Что вы можете добавить файл Или папку с файлами Простым перетаскиванием в окно мастера Придумайте имя для торрент-файла И укажите место на диске Куда программе следует его сохранить Нажмите на кнопку Готово В указанном вами месте Появится файл с расширением торрент Как оформить раздачу Приступая к созданию новой темы Просмотрите объявления И прилепленные темы в выбранном разделе На предмет специальных инструкций И уточнений Относящихся к созданию новых тем В этом разделе и его подразделах Для создания темы Нажмите на кнопку Новая тема В результате у вас откроется Шаблон оформления темы В поля которого следует ввести Данные о релизе После заполнения шаблона Нажмите на кнопку Продолжить Появится страница Прямого редактирования релиза Здесь можно сделать часть текста Полужирным шрифтом Изменить цвет Добавить различные элементы С помощью функции предпросмотра Можно посмотреть Как будет выглядеть описание раздачи Чтобы прикрепить торрент Нажмите на кнопку Загрузить файл Укажите путь к торрент файлу Вашей раздачи После этого нажмите на кнопку Отправить Тема оформлена и создана Теперь вам осталось только поставить Раздачу в клиенте Как поставить раздачу в клиенте MUTorrent Скачайте и сохраните Зарегистрированный торрент файл Своей раздачи Добавьте торрент файл в клиент MUTorrent Откроется окно Добавить новый торрент Укажите путь к раздаваемому файлу Или папке, с которых был создан торрент файл Обратите внимание Что у вас должна быть установлена галочка Напротив пункта Запустить торрент А опция не проверять хэш Должна быть отключена Нажмите кнопку ОК После того как проверится хэш Торрент начнет раздаваться Если у вас есть ограничения На количество активных торрентов То нажмите правой кнопкой мыши По раздаваемому торренту И выберите пункт меню принудительно Чтобы проверить Являетесь ли вы сидом раздачи Зайдите на форум Созданную вами тему И посмотрите вкладку Подробная статистика пиров Если вы будете числиться в личерах А не в сидах Значит, вами где-то была допущена ошибка И вам стоит повторить все действия С момента добавления торрента В клиент MewTorrent Если же вы не будете числиться Ни в сидах, ни в личерах То вам стоит начать все заново С момента скачивания торрент файла Как поставить раздачу В клиенте BitComet Скачайте и сохраните Зарегистрированный торрент файл Своей раздачи Откройте торрент файл в клиенте BitComet Появится окно Свойства задания Укажите путь к раздаваемому файлу Или папке С которых был создан торрент файл Нажмите на кнопку Загрузить сейчас После того, как проверится хэш Торрент начнет раздаваться Чтобы проверить Являетесь ли вы сидом раздачи Зайдите на форум В созданную вами тему И посмотрите вкладку Подробная статистика пиров Если вы будете числиться в личерах А не в сидах Значит, вам где-то была допущена ошибка И вам стоит повторить все действия С момента добавления торрента Клиент BitComet Если же вы не будете числиться Ни в сидах Ни в личерах То вам стоит начать все заново С момента скачивания торрент файла Как поставить раздачу в клиенте BitSpirit Скачайте и сохраните Зарегистрированный торрент файл Своей раздачи Откройте торрент файл в клиенте BitSpirit Появится окно Добавить задачу Укажите путь к раздаваемому файлу или папке С которых был создан торрент файл Нажмите на кнопку ОК После того как проверится хэш Торрент начнет раздаваться Чтобы проверить Являетесь ли вы сидом раздачи Зайдите на форум Созданную вами тему И посмотрите вкладку Подробная статистика пиров Если вы будете числиться в личерах А не в сидах Значит, вами где-то была допущена ошибка И вам стоит повторить все действия С момента добавления торрента в клиент BitSpirit Если же вы не будете числиться ни в сидах Ни в личерах То вам стоит начать сначала С момента скачивания торрент файла Как поставить раздачу в клиенте в Use Скачайте и сохраните Зарегистрированный торрент файл При правильном пути Появится сообщение Некоторые файлы уже существуют в папке назначения Нажмите ОК После того, как проверится хэш Торрент начнет раздаваться Чтобы проверить Являетесь ли вы сидом раздачи Зайдите на форум Созданную вами тему И посмотрите вкладку Подробная статистика пиров Если вы будете числиться в личерах А не в сидах Значит, вами где-то была допущена ошибка И вам стоит повторить все действия С момента добавления торрента в клиент в Use Если же вы не будете числиться ни в сидах Ни в личерах То вам стоит начать все заново С момента скачивания торрент файла Как перезалить торрент файл при использовании клиента MUTorrent Необходимость перезалить торрент файл у вас может возникнуть в случае неверного создания раздачи Или если вы хотите добавить в раздачу новые файлы Зайдите в свою тему Торрент файл, который вы хотите перезалить Нажмите Изменить В правом верхнем углу раздачи Затем удалите из раздачи старый торрент файл Нажав на кнопку Удалить прикрепленный файл Подтвердите удаление торрента Теперь вам нужно загрузить новый торрент файл Для этого нажмите на кнопку Загрузить файл И укажите путь к торрент файлу вашей раздачи После этого нажмите Отправить Далее скачайте и сохраните перезалитый торрент файл своей раздачи Добавьте торрент файл в клиенте NewTorrent Откроется окно Добавить новый торрент Укажите путь к раздаваемому файлу или папке С которой был создан торрент файл Обратите внимание, что у вас должна быть установлена галочка Напротив пункта Запустить торрент А опция Не проверять хэш должна быть отключена Нажмите на кнопку ОК После того как проверится хэш Торрент начнет раздаваться Как перезалить торрент файл при использовании клиента Bit.com Необходимость перезалить торрент файл У вас может возникнуть в случае неверного создания раздачи Или если вы хотите добавить в раздачу новые файлы Зайдите в свою тему Торрент файл, который вы хотите перезалить Нажмите Изменить В правом верхнем углу раздачи Затем удалите из раздачи старый торрент файл Нажав на кнопку Удалить прикрепленный файл Подтвердите удаление торрента Теперь вам нужно загрузить новый торрент файл Для этого нажмите на кнопку Загрузить файл И укажите путь к торрент файлу вашей раздачи После этого нажмите Отправить Далее скачайте и сохраните перезалитый торрент файл своей раздачи Откройте торрент файл в клиенте Bit.com Появится окно Свойства задания Укажите путь к раздаваемому файлу или папке, с которых был создан торрент файл Нажмите на кнопку Загрузить сейчас После того как проверится хэш, торрент начнет раздаваться Как перезалить торрент файл при использовании клиента BitSpirit Необходимость перезалить торрент файл у вас может возникнуть в случае неверного создания раздачи Или если вы хотите добавить в раздачу новые файлы Зайдите в свою тему Торрент файл, который вы хотите перезалить Нажмите Изменить В правом верхнем углу раздачи Затем удалите из раздачи старый торрент файл, нажав на кнопку Удалить прикрепленный файл Подтвердите удаление торрента Теперь вам нужно загрузить новый торрент файл Для этого нажмите на кнопку Загрузить файл и укажите путь к торрент файлу вашей раздачи После этого нажмите Отправить Далее скачайте и сохраните перезалитый торрент файл своей раздачи Откройте торрент файл клиенте BitSpirit Появится окно Добавить задачу Укажите путь к раздаваемому файлу или папке, с которых был создан торрент файл Нажмите на кнопку ОК После того как проверится хэш, торрент начнет раздаваться Как перезалить торрент файл при использовании клиента Views Необходимость перезалить торрент файл у вас может возникнуть в случае неверного создания раздачи Или если вы хотите добавить в раздачу новые файлы Зайдите в свою тему, торрент файл, который вы хотите перезалить Нажмите Изменить в правом верхнем углу раздачи Затем удалите из раздачи старый торрент файл, нажав на кнопку Удалить прикрепленный файл Подтвердите удаление торрента Теперь вам нужно загрузить новый торрент файл Для этого нажмите на кнопку Загрузить файл и укажите путь к торрент файлу вашей раздачи После этого нажмите Отправить Далее скачайте и сохраните перезалитый торрент файл своей раздачи Добавьте торрент файл в клиент Views Появится окно Открыть торренты Укажите путь к раздаваемому файлу или папке, с которых был создан торрент файл Нажмите на кнопку ОК При правильном пути появится сообщение Некоторые файлы уже существуют в папке назначения Нажмите ОК После того как проверится хэш, торрент начнет раздаваться Как дооформить раздачу Для того чтобы внести изменения в описание оформленной вами раздачи Выполните следующие действия Зайдите в созданную вами тему И нажмите на ссылку Изменить В результате проделанных действий откроется страница оформления раздачи Как присоединиться к раздающим, используя клиент MUTORRENT Если у вас есть файлы соответствующие раздачи, то вы можете присоединиться к раздающим Для этого вам нужно скачать и сохранить торрент файл этой раздачи Запустите торрент клиент MUTORRENT и добавьте в него сохраненный торрент файл Укажите путь, где находятся имеющиеся у вас файлы Нажмите на кнопку ОК Начнется проверка ваших файлов на сходство с файлами из раздачи Если ваши файлы совпадут с файлами торрента, то начнется раздача В противном случае закачка Как присоединиться к раздающим, используя клиент BITCOMMET Если у вас есть файл соответствующий раздачи, то вы можете присоединиться к раздающим Для этого вам нужно скачать и сохранить торрент файл этой раздачи Запустите торрент клиент BITCOMMET и откройте сохраненный торрент файл Укажите путь, где находятся имеющиеся у вас файлы Нажмите на кнопку Загрузить сейчас Начнется проверка ваших файлов на сходство с файлами из раздачи Если ваши файлы совпадут с файлами торрента, то начнется раздача, в противном случае закачка Как присоединиться к раздающим, используя клиент BITSPIRIT Если у вас есть файл соответствующий раздачи, то вы можете присоединиться к раздающим Для этого вам нужно скачать и сохранить торрент файл этой раздачи Запустите торрент клиент BITSPIRIT и откройте сохраненный торрент файл Укажите путь, где находятся имеющиеся у вас файлы Нажмите на кнопку ОК Начнется проверка ваших файлов на сходство с файлами из раздачи Если ваши файлы совпадут с файлами торрента, то начнется раздача, в противном случае закачка Как присоединиться к раздающим, используя клиент BITSPIRIT Если у вас есть файл соответствующий раздачи, то вы можете присоединиться к раздающим Для этого вам нужно скачать и сохранить торрент файл этой раздачи Запустите торрент клиент FUSE и добавьте сохраненный торрент файл Укажите путь, где находятся имеющиеся у вас файлы Нажмите на кнопку ОК При правильном пути появится сообщение Некоторые файлы уже существуют в папке назначения Нажмите ОК Начнется проверка ваших файлов на сходство с файлами из раздачи Если ваши файлы совпадут с файлами торрента, то начнется раздача, в противном случае закачка Студия видеокурсов «Видеокнига» и администрация торренттрекера rutracker.org Представляют сборник видеоуроков «Учимся работать с торрентами» Изучив которые, вы узнаете принцип действия протокола BitTorrent и приема работы с программами «Мьюторрент», «Биткомет», «Битспирит» и «Вьюз»